Приветствую вас, Светлана. Во-первых, я не очень понял, зачем вы донестили свою фотографию на странице с вопросом своего, то есть зачем фотография запускается нам, психологам, если мы говорим о психологии исключительно, вот. То есть, понятно, что если вы обращаетесь к экзотерикам, то это совсем другая уже история и совсем по-другому здесь следует это воспринимать, но вот если мы говорим исключительно о психологической парадигме, вот, то фотография не ныльна. Тем не менее, эм, я, эм, эм, тем не менее, эм, вот что-то. Сейчас дам небольшой, эм, комментарий по поводу, эм, вашей фотографии. Вот. И, эм, эм, скажу, что, эм, с вами все в порядке. Единственное, что у вас, эм, вот, ну, я бы сказал, наверное, немножечко эм, такое, знаете, отталкивающее лицо, отталкивающее выражение даже лица, не лицо, а выражение лица, отталкивающее вас. Вот, эм, оно отталкивает не своей внешностью. Она отталкивающее, оно отталкивается именно выражением, эм, выражiken. У вас выражение лица, оно такое вот, как будто вы, ну, не знаю, как будто вы ждёте чего-то, как будто вы ожидаете чего-то такого вот, прям, очень плохого для себя, что-то. И мне кажется, что это является причиной того, почему у вас не складываются, вот, отношения с мужчинами, вот. Хотя, безусловно, это не единственная причина, почему у вас не складываются отношения с мужчинами, безусловно, есть причина ещё. Вот, причина, например, в том, что вы нуждаетесь, вы нуждаетесь в семье и детях, как вы сами сказали. И я думаю, что как минимум этот момент нуждается в своей корректировке, потому что хотеть семью и детей нельзя. хотеть семью и детей нельзя, потому что отношения выстраиваются с людьми совершенно не для того, чтобы построиться. то есть там, да, могут, это может быть следствием, это может быть, вот, один из детей и создание семьи может быть следствием, но причина всё-таки не важна. причина в том, что вы, или я, или кто-либо ещё, хотим сделать счастливым других людей. и мы либо, мы либо хотим это сделать и делаем, либо мы не хотим и мы этого не делаем. И вот, когда мы этого не хотим, то возникает возникает возникать проблемы, серьезные проблемы. такие как неудачи в отношениях с противоположным полом, такие как конфликты, ну, с собой внутренние, такие как восприятие на свой счёт, вот, тех моментов, которые происходят, да, то есть вот эта вот неудача, которая происходит, она воспринимается как бы человеком, ну, с собой счёт. И, в общем-то, это тоже создаёт проблему. Опять же, сам человек не воспринимается личностью, как лично, что он воспринимает, скорее, какой-то такой потенциальный партнёр, да. Вот, и это тоже не приводит ни к чему хорошему. Объективно это приводит к негативу, только негативу. К сожалению. Вот, и в итоге ничего хорошего просто не получается, ничего хорошего просто не происходит. Вот, и вот этот момент, момент, момент понимания того, зачем мне семья, зачем мне дети и снижение уровня сверхмотивации, ну, то есть, такой заинтересованности в том, чтобы это было, заинтересованности в том, чтобы всё получилось. Вот, снижение заинтересованности является основной задачей. Именно той задачей, которую мы, как специалисты, как психологи должны помочь вам решить. Вот. То есть, не ответить на мой вопрос, что с вами не так. Такого не бывает. То есть, не бывает такого, чтобы с человеком, с человеком было, было что-то не так. Не бывает. Не бывает. Но, бывает, когда человек, вот, себя так объяснил. Понимаете? Вот, в принципе, да, то, что я могу вам сказать, то, что, то, как, то, как я могу вам ответить, на вопрос, который вы, ну, который вы задает. Вот. И, соответственно, если у вас есть желание работать, то буду рад вам помочь. Я уверен, что не только я. Вот. На этом всё. Надеюсь, что он помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.